Приветствую вас! Вы вот здесь задаёте свой вопрос в раздел «Психология», но при этом по смыслу, по форме текста, это больше подходит для эзотерики. Вот. И понятно, что в моих словах будет какая-то доля предложений, потому что информации о вас очень мало, обычно именно вот психологи, они задают вопросы, они стараются как-то выяснить. Что происходит у клиентов. Вот. Основываются на информации, которые предоставляет клиент. Вот. Если есть возможность, то он задаёт вопросы, какие-то уточняющие, да. Вот. Но у вас этого ничего нет, и поэтому, значит, я читаю ваши вопросы. Значит, Мария, дата рождения, Мак, дата рождения, вы спрашиваете, что их связывает? Связывает, значит, связывает этих людей сейчас. Так понимаю, что ваш первый вопрос, он, как бы, проистекает от того, что в последнем своём предложении вы пишете, что общение продолжается. Так вот, связывает этих людей. Так вот, связывает этих людей феномен незавершённого действия. То есть, люди чувствуют, что, вот, вроде бы, они уже не вместе, но в то же время что-то друг для друга значит. Это вот синдром. Синдром, феномен незавершённого действия. Очень хорошо описан одним, одной из последовательниц великих психологов. Вот. Значит, феномен незавершённого действия. Что это значит? Феномен незавершённого действия означает, что, вот, значит, вы пишете, что были женаты друг с другом, а другие, все общие с ними были женаты, значит, развили. Развод – это означает несостоятельность каждого из них. То есть, каждый из этих двух людей вёл себя так, строил себя так, позиционировал себя так, что отношения пришли к разводу. И каждый из этих людей теперь считает, что в некотором роде это была ошибка. Сам развод был ошибкой. Но и ошибка была, было, ошибка была научать жить вместе. Это тоже была ошибка. Потому что люди оказались не готовы к этому. Вот. Смотрите, Мария, 93-й год рождения, да? То есть это, по сути дела, так, значит, 2013-й год, 20-й, значит, 24-й год человеку. Соответственно, Мак, 27 лет, ну, 26, короче всего, 26 еще лет, да? 26 лет. Тут написано, что 11-й год, 10-й год, значит, 26 лет. То есть люди, в принципе, достаточно молодые. И вполне возможно, потому что подпишили, подпишили, начать, подпишили связывать свою жизнь брак, брак, вот. Значит, это ошибка. И то же, развелись, то есть, то же ошибка для каждого из них. То есть каждый из них понимает, что расход – это травма. И сожалеет об этом, сожалеет о том, что дело дошло до развода. То есть людям не нравится, что ситуация складывается так, что они развелись. Люди хотят, значит, как-то вот реабилитировать себя в глазах друг друга. Потому что от этого, от развода, скорее всего, они стали чувствовать себя хуже. То есть для них это прогресс, для них это поражение. Потому что это вот такое, первый, наверное, серьезный шаг в социальном плане – брак. И им, конечно, тяжело. Им, конечно, тяжело. Они боятся, что не смогут семью другую построить. Вместе с тем они чувствуют себя виноватыми перед собой, перед другим. За то, что это происходит. И общаются для кого, чтобы доказать самим себе, что они не такие плохие, какими казали друг другу на момент развода. Далее. Значит, смогут ли они начать жить вместе? Вы знаете, вот этот вопрос, смогут ли они начать жить вместе, раскрывается через ряд факторов. Первый фактор – это то, что я смотрю на людей и видел двух довольно таких умных, обраганных. Но, знаете, чувствительных людей, именно чувствительных, то есть людей со слабой нервной системой. Люди, скорее всего, импульсивные. Особенно, это касается, наверное, все-таки мужчины, да, импульсивности, испыльчивости, эмоциональности. Вот. Вы знаете, почему люди развелись? Потому что они не слышат друг друга. Они не слышат друг друга, они нацелены, казнены в себя. Это вот видно. Это видно, как каждый из этих людей в первую очередь ставит себя. А нужно на первое место, на первую позицию ставить другого, ставить партнера. Вот было бы лучше, если бы вы фотографию совместную сделали с этих людей, а не вот по отдельности. Потому что, ну, именно для психолога это было бы лучше. То есть, понимаете, люди друг друга не слышат. Люди не готовы, возможно, делать уступки. Но мне кажется, что женщина в большей степени к уступкам готова, но все равно. А мне хватает немножечко женской мудрости. Возможно, в силу возраста, может быть, в силу особенностей характера. Но не хватает. Не хватает. И, соответственно, смогут ли они начать детьмерство? Да, смогут, если научатся слышать друг друга. Если научатся принимать друг друга целиком, такими, какие они есть. И не будут пытаться друг друга поменять. Не будут пытаться друг друга изменить. И вот в этом случае они будут действительно, они вновь смогут детьмерти. Возможно, что они позынятся. И, значит, будут, даже дети будут, все в этом плане будет в порядке. Но, что нужно для того, чтобы, вот, слышать друг друга? Что нужно для того, чтобы уметь слышать и принимать друг друга? А для этого нужен личностный рост. Для этого нужно развитие, повышение познавательных сложностей. Для этого нужно желание. Четкое понимание своих желаний. Четкое понимание того, кто вы такие, кто эти люди вот такие, да? И, на самом деле, работа с уверенностью в себе, потому что ни первый, ни второй человек не производит впечатления уверенным в себе. Да, то есть это яркие, молодые люди, возможно, обеспеченные даже. Но то, что вы описываете, наводит на мысль, что они все-таки в себе не уверены. Вот этот вот феномен незавершенного действия, он как бы намекает, что человек в себе не уверен. Потому что сам по себе этот феномен, он, наличие этого феномена, означает, что, ну, означает, что человек фрустрирует и хочет компенсировать фрустрацию через завершение действия, прямого завершения действия. То есть, например, может быть, эти люди хотят вплизиться вновь, доказать себе, что они достойны, что они привлекательны, что они не такие плохие. Но это просто предположения, потому что, как я уже сказал, информации очень мало. То есть, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, этим людям я бы рекомендовал личностный рост, проработку своих страхов, может быть, своих сомнений в себе, большую, более глубокую идентификацию, как мужчины, как женщины, и направленных на дно, чтобы слышать друг друга, а не только себя. Вот. Ну, может быть, еще работа с неверностью в себе. Но это вот я, тут надо смотреть ситуацию более подробно. Вот. Значит, что еще можно сказать? Что их связывает, смогут ли они начать жить вместе? Ну, все возможно. Все возможно. Только момент-то в том, что, чтобы начать жить вместе, нужно понять причину, по которой эти люди расстались. Нужно понять причину, по которой эти люди расстались, а то ведь получится так, что они вновь сойдутся, проблема останется нерешенной, и она вновь даст о себе знать эту проблему. Поэтому ее стоит, как минимум, проработать и, значит, с одним человеком и другим, с обоими. Но в большей степени это, конечно, относится к тому, кто является инициатором развода. И если инициатором развода и инициатором общения является один и тот же человек, то в таком случае я бы рекомендовал в первую очередь обращаться к психологу именно вот этому человеку. И потом уже только другому, потому что если человек одновременно является и инициатором развода и инициатором общения, то это человек, который явно не очень хорошо понимает, чего он хочет. И это человек, у которого явно есть проблемы с принятием в первую очередь себя самого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались по психологии, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.